МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рассказываем истории о бездомных животных и ищем для них хозяев среди наших зрителей. Помогают нам в этом известные люди. Сейчас я познакомлю вас с человеком, которого вряд ли вы знаете в лицо. Но вот о его делах вы точно наслышаны. Наш герой Сергей Ковган, создатель и командир спасательного отряда «Ангел». Кстати, его собаки тоже всегда готовы к подвигу. Две наши собачки, которые живут с нами. Две подобранные – Томася и Марлюша. У нас дома всегда были собаки. Всегда. У меня так мама воспитывала, в общем-то, с папой, что надо братья к животным. Одна мечта у меня была в детстве – это именно создание приюта для животных. Просто так получилось, что я пошел по волонтерской деятельности, только чуть другого направления. Но при всем при этом мы никогда не отказываемся помогать животным. Если к нам обращаются в отряд с просьбой, что потерялась собака, нам не специально создана группа отдельная. То есть она, по сути, тоже поисковая. Она не сопряжена с поиском людей, но она создана специально от «Ангела» для того, чтобы оказывать помощь в поиске животных. Хоть мы и занимаемся поиском людей, но один и тот же вопрос – да, что необходимо делать, когда случилась такая ситуация. Первое я бы рекомендовал – это, конечно, через соцсети, которые сейчас очень активно работают и помогают эту информацию распространить. Обязательно рекомендовал бы позвонить Нагурского, потому что есть вероятность, что этих животных могут отловить и привезти туда. Опять же, развесить объявление о том, что пропало животное, потому что очень часто детки, которые гуляют во дворе, могут, как практика показывает, позвонить, сказать, что они видели кошку или собаку, и таким образом сообщить о том, где она находится. То есть необходимо устанавливать каких-то свидетелей, потому что просто самостоятельное хождение по улице и поиск, он, конечно, малоэффективен. В следующем сюжете вы увидите собаку, которая ищет новый дом. Искренне надеюсь, что та семья, которая возьмет эту собаку, никогда ее не потеряет, получит из моих рук этот брелок. Собака, которая сегодня будет ждать ваши звонки, прожила невероятные пять лет. Сегодня она выглядит шикарно. Шелковистая шубка, глазки-бусинки, тонкий умный взгляд, сдержанная, с чувством собственного достоинства собака. Ну, просто королева нашего сюжета. Но так было не всегда. Пять лет назад на территорию одного производства приполз еле живой щенок. Пригляделись и ужаснулись. Шея малышки оказалась туго стянута металлической петлей. Каким-то чудом она спаслась от смерти. Сотрудники производства пожалели бедолагу, поставили будку, наградили красивым именем Анфиса. Но со временем на производстве сменилось начальство, и от Анфисы приказали избавиться. Так она опять стала бродяжкой. Бедолагу приютила неравнодушная женщина. Вылечила, стерилизовала. Анфиса метисколи или шелти. Красавица на миллион. Анфиса знает поводок. Прекрасно ведет себя в квартире. Очень спокойная, осторожная собака. Будет верной подружкой для одинокого человека или возрастной пары. Пристраивается наша Анфиса в квартиру или дом. Анфисе многого не надо. Только ваша любовь и уютный уголок в вашем доме и в вашем сердце. Продолжение следует...